Не изменяя традиции, завершилась очередная этнокультурная экспедиция «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов». Она продолжалась пять дней и собрала на борту теплохода Алексей Толстой ученых, художников, писателей, учителей, артистов и общественных деятелей. В этом году проекту исполнилось 16 лет. Подробности у Татьяны Бебиновой. Спасибо. Теплоход с этнокультурной экспедиции по реке Волги стал не просто общественным явлением, но явлением долгожданным. Хотя в этом году экспедицию долго не анонсировали, но все же решили провести, чтобы не отступать от традиций. Более того, развивать задачи по сохранению межнациональной дружбы и культуры. В каждом порту участников фестиваля горячо встречают с песнями, танцами, хлебом, солью. Инициатором этого проекта Министерство культуры и национальной политики Мордовия за то, что они были такими, ну, закоперщиками такого замечательного события, которое позволяет нам очень близко встречаться вместе, обмениваться самыми лучшими наработками, которые мы имеем в сфере национальной культуры и национальной политики. Что мы можем делиться своими яркими впечатлениями, песнями, танцами, всем тем, чем так богата наша российская земля и наша вся национальная культура разных народов. Как ведется национальная политика в регионах России, как живут различные народы большой страны, эти вопросы неустанно обсуждают в этнокультурной экспедиции. Фестиваль «Волга-река мира» – одна из лучших возможностей вести диалог о наболевшем, находить решение непростых национальных вопросов и рассказывать о них общественности так, чтобы доходило до сердца и до ума. Потому в 16-ю экспедицию пригласили немало журналистов Мордовии и в том числе из гильдии национальной журналистики, а также руководителей мордовских культурных центров. Мы сегодня смотрим, что задачи трансформируются из года в год. Сам теплоход и тематика теплохода меняется. Сегодня она больше приближена, так сказать, гражданским вопросом к ролю понимания гражданской идентичности, пониманию роли государственности. И многое это дает понимание культурного многообразия нашей страны, которая сегодня имеет такие приоритеты, достаточно активные приоритеты, потому что большое количество людей, национальностей – это приоритеты. Здесь находятся национальные активисты мордовские из разных регионов. Мне интересно узнать их настроение, что они думают о нынешней национальной политике, как они ее притворяют у себя на местах, с какими трудностями они сталкиваются. Это очень важно, потому что дальше эти знания как-то переплавляются, трансформируются. И уже став членом президентского совета, я думаю, что какие-то знания эти и какие-то проблемы я смогу донести уже на совете. Формирование духовной общности народов России – это одна из главных задач сегодня в политике государства. Понять это помогают далеко не тезисы докладов, но в том числе яркие примеры большой истории. В Казани участники экспедиции посещают могилу Михаила Петровича Девятаева. В этом году Саранск и Казань отмечали 100 лет со дня его рождения, а 15 августа – в дни экспедиции. Еще одна юбилейная дата – 60 лет со дня подписания указа о присвоении Михаилу Девятаеву звания Героя Советского Союза. Какие бы в жизни, а у отца много таких круглых дат, здесь обязательно собираются в первую очередь школьники, курсанты, речного техника, инвестор. Дискуссионные площадки на теплоходе в ежедневной программе фестиваля. Участники обсудили стратегию государственной национальной политики, меры по гармонизации межнациональных отношений, развитие этнотуризма и всего того, чем богат и оригинален каждый национальный регион России. 16-й этнокультурный фестиваль «Волга-река мира» завершился. Каков будет эффект от принятых в экспедиции решений, идей и задумок, покажет время. Татьяна Бебенова, Елена Слугина, Виктор Кирдяев. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok